Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги-партнеры из таковой имеются у нас сегодня на презентации. Сразу хочу задать вопрос, хорошо ли меня видно, слышно? Видите ли вы заглавный слайд сегодняшней презентации, сегодняшнего вебинара? Если все хорошо, просто поставьте плюсики в нашем чате. Если у вас есть какие-то проблемы, либо с заглавным слайдом, либо со слухом, со слышимостью, точнее, либо с тем, что меня плохо видно, я вам предлагаю просто перезагрузиться в комнату, либо войти в другом браузере. Я думаю, что большинство меня все-таки слушает хорошо, и поэтому давайте сразу перейдем к делу. Я рад вас приветствовать на презентации компании Skyway Capital, у которой у нас есть название. С недавних пор мы будем говорить с вами об инновационном транспорте и возможностях для инвесторов. Я предположу, что вы появились на нашем сегодняшнем вебинаре разными способами. Кто-то, возможно, пришел через рекламу в интернете, потому что мы так выдаем. Кто-то пришел по рекомендации уже состоявшихся инвесторов и партнеров. Кто-то, скажем так, путешествуя по интернету, зашел в наш сайт, заинтересовался, увидел раздел событий, увидел ссылку, что у нас проходит каждый понедельник мероприятие. И не только, кстати, по понедельникам у нас целый ряд, целая череда мероприятий практически каждый день на разных языках. И вот сегодня вы оказались на нашем вебинаре. Сразу хочу добавить, для кого данный вебинар? Ну, в первую очередь, для людей, которые интересуются миром инвестиций и формированием источника пассивного дохода. Возможно, вы относитесь к таковым. Тем, кто задумывался, либо уже имеет свой собственный бизнес, тем, кто имел отношение, либо имеет сейчас отношение к индустрии, МЛМ, ну, тем людям, кому не безразлично состояние нашей сегодняшней с вами экологии, которая нас окружает, окружающей среды, тем, кто занимает активную жизненную позицию, тем, кто желает быть причастным к тем глобальным изменениям, которые сегодня происходят в мире на нашей планете. Ну, тем людям, которые стремятся, это вебинар для тех людей, которые стремятся к финансовой независимости, и формирование гораздо лучшего будущего для себя самого и своих потомков. Еще очень важная общая черта, которая касается практически любого участника нашего проекта, то, что все мы сознаем, что наше будущее находится в наших собственных руках. Вот если все то, что я перечислил, хотя бы там один, либо два пункта относятся к вам, те, кто приносит сегодня присутствие на вебинаре, просто тоже поставьте плюсики в нашем чате. Вот, я думаю, плюсы будут, и хочу добавить следующее, что где-то минут 40-45 времени, да, мы проведем в нашей уютной компании. Это касается тех, кто поставил плюсы, потому что мы практически с вами будем единомышленниками, да, и они будут наполнены интересной, простой, но одновременно и прорывной информацией. Вот, и что хотелось бы еще попросить вас, чтобы вы сделали, это поставьте, пожалуйста, в наших чатах, точнее, напечатайте в наших чатах город, населенный пункт, страну, да, из которых вы сегодня присутствуете на наших вебинарах, чтобы понимать географию, то есть охват территории, на которой мы сегодня вещаем. Вот, ну, практически, сейчас вы напишите свои города, можно сказать, что практически познакомились. Меня зовут Максим, фамилия Ведро, я являюсь сотрудником группы компании Skyway с июля 2014 года, и на протяжении всех этих лет занимаюсь тем, что ознакомливаю людей, которые окружают меня, которые, скажем так, живут в разных точках земного шара с информацией о развитии технологий Skyway, о возможностях инвестирования, да, то есть это проходит в той форме, которая проходит сейчас в вебинарной комнате. Провожу живые презентации, работаю, скажем так, в разделе размещения информации на нашем сайте, на других интернет-источниках, то есть занимаюсь этим с удовольствием и всегда рад общению с людьми, которые что-то ищут, и которые стремятся к большему, чем у них есть на сегодняшний день. В хорошем смысле этого слова. Не от жадности, а именно к развитию и так далее. Вот. И, наверное, перейдем давайте к делу, то есть о чем мы сегодня с вами будем говорить. По сути дела вебинар можно будет разбить где-то на четыре части. Вот. Первое. Мы с вами поговорим, сфокусируемся немножко на той ситуации, которая сложилась в мире транспорта, да, как и перспективы развития данной ситуации. Мы с вами поговорим об инновационной технологии струнного транспорта, которую разработал Анатолий Дарович Ениский и осознанной им компанией Skyway. Далее у нас будет отдельный блок, посвященный результатам деятельности компании Skyway с 2014 года. Конечно же мы поговорим об инновационных возможностях, которые наш проект предлагает абсолютно любому человеку. Будет отдельный блок вопросов и ответов. Ну и для самых заинтересованных, для тех, кто, скажем так, дослушает практически до конца, у нас будет интересное инновационное предложение, которое сегодня прозвучит на нашем сегодняшнем вебинаре. Просьба. Просто максимально сконцентрируйтесь на эти 40-45 минут, да, не отвлекайтесь, уберите в сторону мобильный телефон и выйдите из аккаунтов соцсетей. Если у вас есть маленькие дети, животные, желательно, чтобы они переместились в другую комнату. Вот. Та информация, которая сейчас будет произноситься в течение сегодняшнего вебинара, повторяться она не будет, да. И что хотелось бы еще отметить, постараюсь сделать максимально так, чтобы возникающие в процессе сегодняшнего вебинара вопросы, чтобы вы ответы получили по ходу сегодняшнего вебинара. Но если эти вопросы останутся, да, соответственно, вы их сможете задать непосредственно в блоке вопросов и ответов, который у нас с вами будет в ходе сегодняшнего вебинара. Итак, друзья, будем двигаться сейчас по информации нашего вебинара. Еще раз, концентрация на 40 минут, и дальше потом уже, если будут какие-то вопросы, вы сможете задать в чате вебинара, либо, скажем так, если останутся те, которые вы не получили ответы, вы сможете задать тем людям, которые пригласили вас на сегодняшний вебинар. Итак, друзья, возвращаемся к нашей с вами повседневной жизни, да. То есть, извините, скайп сработал. Мы с вами каждый день перемещаемся по территории нашей планеты с какими-либо целями. Ну, большинство из нас, скажем так, в возрасте, там, от 18 и старше, на работу, либо на учебу. То есть, сколько времени вы сегодня потратили на дорогу, да, сколько вы потратили на дорогу денег. А что было вчера, кстати, в вашей жизни? Изменилась ли картина, меняется ли она от дня ко дню? Мы действительно с вами много времени проводим ежедневно, перемещаясь из точки А в точку Б. В принципе, вся наша жизнь – это движение. Вот, но в наше время такие показатели, как мобильность, комфортность, скорость перемещения, да, экологичность – это тренды, по которым, в принципе, старается развиваться весь мир. У нас сегодня с вами, если затронем сферу коммуникации, либо информации, да, есть скоростной интернет, есть куча мобильных приложений, которые нам с вами облегчают жизнь в различных сферах. Да, мы можем, скажем так, не выходя из дома оплачивать какие-то услуги, мы можем там переводить деньги со счета на счет и так далее, что раньше было просто невозможно. Мы узнаем с вами новости из любой точки земного шара практически мгновенно. А когда-то скорость распространения информации, в принципе, равнялась скорости перемещения транспортных средств. Когда это были верблюды, ослики, лошади, да, то есть когда-то различная корреспонденция перемещалась со скоростью перемещения бужевого транспорта. Но сегодня, скажем так, скорость распространения информации практически мгновенная, а вот транспорт у нас практически остался на том же уровне, на котором был там сто лет назад. То есть мы по-прежнему уйму времени проводим в различных пробках, очередях, мы толкаемся в общественном транспорте, который абсолютно нельзя назвать комфортным, на вокзалах, на станциях метро и так далее. Мало того, на транспорте сегодня по-прежнему высока вероятность аварий, и в принципе все транспортные системы, которые сегодня существуют, мы с вами четыре используем, это водный, воздушный, автомобильный, железнодорожный транспорт, их нельзя назвать абсолютно безопасностью. Мало того, они в принципе даже опасны для жизни. Будем откровенны, что со всеми достижениями современной цивилизации транспортная отрасль, она значительно отстает в развитии. А вы когда-нибудь задумывались реально, как это действительно влияет на вас сегодня, то есть вот эта ситуация, и влияет ли вообще? Итак, какие транспортные проблемы мы с вами сегодня видим? Первое, действительно очень сильно страдает экология. Вы видите на слайде загазованный воздух крупных городов, и это действительно так. То есть водный транспорт засоряет водное пространство, воздушный транспорт выбрасывает огромное количество и переработанных, и непереработанного топлива в атмосферу, что соответственно ухудшает ее состояние. То же самое происходит с автомобильным транспортом, железнодорожным. Вы видели наверняка дым, который идет из тепловозов, когда они перемещаются по железной дороге. То есть все это ухудшает состояние экологии. Далее, мы теряем время. Действительно у нас достаточно низкая мобильность. Вот здесь фотография, это наверное регистрация на какой-нибудь рейс или на несколько рельсов в аэропорту. Реально там тратится, скажем так, несколько десятков минут для того, чтобы просто пройти регистрацию. Далее, высокая аварийность, мы с вами об этом говорили, и ежегодно в мире погибает порядка миллиона человек, там плюс-минус, в различных автомобильных авариях или катастрофах. Ну и постоянная стоимость проезда, растущая стоимость проезда и провоза багажа. Действительно, одним из факторов роста стоимости проезда и провоза багажа является дорожающее топливо, но это не единственный фактор. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, кто-то решает сейчас эти проблемы, которые я сейчас назвал? Всего четыре перечислил. И вы слышали, что была разработана какая-то четкая концепция, которая сможет решить эти проблемы шаг за шагом и изменить эту ситуацию, которая ухудшается с каждым днем. И здесь действительно напрашивается вопрос, что будет с нами через 10-15 лет, если ничего не менять уже сегодня. То есть мы об этом фактически мало кто задумывается, потому что привыкли к той ситуации, что ухудшение происходит постепенно. Но если перенестись резко на 10-15 лет вперед, мы можем оказаться в той ситуации, которую сейчас видите на экране. То есть противогазом мы с вами сможем перемещаться по улице только в таком виде. Кстати, когда-то в Японии, в далеких 70-х годах, это показывали по телевизору, были кислородные автоматы, благодаря которым люди опускали монету и могли подышать чистым воздухом. Тогда в Японии задумывались об экологически чистых двигателях. Они не стали совсем экологически чистыми, но выбросы, скажем так, японских автомобилей значительно ниже, чем те, которые производятся в Соединенных Штатах Америки, потому что там на эту проблему смотрят немножко по другим углам, да? И в Европе. Что хотелось бы еще отметить? Да готовы ли вы дальше терять время, деньги, здоровье? Или все-таки настало время кардинальных перемен? Мы, сотрудники группы компании Skyway, нагло утверждаем, что сегодня миру необходима новая транспортная технология, которая будет являться экологически чистой, которая будет являться высокоскоростной, где уровень комфорта будет очень высоким, экономически выгодной и финансово рентабельной транспортной технологии просто необходимы миру сегодня. И кто же возьмется за разработку такой системы? Потому что в умах многих людей складывается впечатление, что нужны крупные научно-исследовательские институты, огромное количество инженерного персонала, да? И что вроде бы каждая в отдельности никак не может повлиять на проблему совершенствования и улучшения транспортной ситуации. Если вы считаете, что вы к этому не причастны, от вас ничего не зависит, то вы будете неправы, потому что сегодня мы будем говорить о проекте, который благодаря таким людям, как вы, уже в ближайшее время может изменить ситуацию к лучшему и меняет уже ситуацию к лучшему. Итак, друзья, мы сегодня с вами будем говорить об инновационной транспортной системе Skyway. То есть это проект транспорта второго уровня, который своим существованием действительно открывает новую страницу в истории грузопассажирских перевозок. То есть эту концепцию разработал Анатолий Дарченицкий, российский, советский, белорусский инженер-изобретатель. Именно он изобрел струнную идею, и сегодня, скажем так, мы работаем в направлении реализации струнного транспорта Skyway. То есть и данная система будет органично вписываться в жизненное пространство, неважно, будь то город, будь то это небольшой населенный пункт. И итогом, скажем так, реализации данной концепции станут линейные города, в которых транспорт будет располагаться над землей, вот так, как вы видите сейчас на слайде. А городское пространство просто будет отдано в распоряжение людям, которые совершенно спокойно смогут перемещаться по поверхности планеты, жить за городом, то есть в шаговой доступности иметь транспорт, который сможет доставить их из точки А в точку Б, быстро, комфортно, за минимальную плату, и при этом этот транспорт, который не будет наносить никакого вреда окружающей среде, соответственно, здоровому образу жизни людей. То есть линейные города – это города кластерного типа, которые и построены для удобства людей. И места, скажем так, проживания, места работы и отдыха, они будут гармонично сочетаться, потому что могут быть такие вот кластерные здания, они могут быть являться офисными центрами, торговыми центрами и так далее, и в шаговой доступности от них будут находиться частные дома, коттеджного типа, в котором будут проживать люди, и иметь в шаговой доступности комфортный, как мы говорили, высокоскоростной, удобный и значительно более дешевый по цене транспорт. Итак, как мы сказали, основой линейного города является струнный транспорт Skyway, и этот транспорт обладает целым рядом преимуществ. Первое – это значительное снижение затрат на строительство дорог и эксплуатацию их в дальнейшем, то есть фактически полностью поменяется концепция транспортировки грузов и перевозки пассажиров. Будет выспожжено огромное количество ресурсов, которые могут быть применимы в других сферах человеческой жизни. Это денежно-финансовые, материально-производственные, это человеческие ресурсы, в конце концов. Будет сокращено значительно количество вредных выбросов в городскую атмосферу и практически будет сводиться к нулю, то есть будет восстанавливаться экология. Полностью будут устранены проблемы, которые будут связаны с аварийностью, потому что транспорт поднят над землей, здесь нет перекрестков, здесь не будет аварий, транспорт будет перемещаться при помощи автоматических систем управления, люди совершенно спокойно смогут, как я уже сказал, гулять по поверхности планеты, не опасаться, что их кто-то собьет, кто-то на них наедет. Важным фактором использования данной системы станет то, что мы наконец-то с вами избавимся от такого неудобного явления, особенно в крупных городах, и там еще есть влодные артерии, как пробки. Вот для кого-то эта ситуация может показаться слишком идеальным, да, и, скажем так, он может огорчиться, что это далекое, неосуществимое будущее и так далее, и так далее. Но давайте с малого начнем и рассмотрим, скажем так, концепцию, которую предлагает в реализации группа компании Skyway, и вот поговорим, например, о городском Skyway. То есть он из себя представляет сеть станций, путевых структур, которые возводятся в городах. Это первый шаг для того, чтобы разгрузить тот плотный график, трафик, точнее, который мы видим на сегодняшний день, существует в крупных мегаполисах. Данная система значительно повышает уровень комфортности и мобильности. И характеристики следующие. То есть перемещение в черте города может быть со скоростью до 150 км в час, ну, по мере необходимости, от 50 до 150. Пропускная способность одной линии, да, одного транспортного плеча, сегодня речь идет уже не о 20, а о 50 тысяч пассажиров в час. То есть, в принципе, это соответствует провозной способности одной ветки метро. Но строительство данной путевой структуры, скажем так, такой транспортной системы в 20-30 раз дешевле, чем использование строительства подземного метро. Важный фактор, что данная путевая структура, данная, скажем так, транспортная система легко встраивается в инфраструктуру уже существующих городов. Она не требует огромного землеотвода. Землеотвод в 100 раз меньше, чем для обычной автомобильной дороги. И данная путевая структура находится над землей. Высокоскоростной Skyway, то есть скорость данного вида транспорта может достигать 500, и уже речь идет о более 500 км в час. То есть, в принципе, это скорость самолета, да. Я не говорю, там, магистральные самолеты, лайнеры, которые летают со скоростью 800-900 км в час, но у нас с вами огромное количество самолетов, которые перемещаются со скоростью 500 км в час. Это авиация средней дальности, например, да. Высота опор данной путевой структуры порядка 6, 10, там, 12, 15 метров над землей. Длина отрезка между основными анкерными опорами, которые выдерживают основную нагрузку, составляет километр, а сейчас речь идет 2, 3 и более километров. И что важно отметить, что километр путевой структуры такой дороги стоит порядка 2,5-3 миллионов долларов США. Прежде чем перейти к слайду, который будет нам показывать сравнение транспорта SkyWay с теми транспортными системами, которые мы с вами используем в повседневной жизни, хотелось бы отметить следующую, простой пример. У нас есть целый ряд городов, которые находятся на расстоянии друг от друга, там, 700-750 км. Такие, как, например, Москва, Харьков, Минск, Казань, Санкт-Петербург. Да, вот я вам рисовал такой круг. И если будут построены дороги по технологии SkyWay, то мы, в принципе, из этих городов сможем в среднем где-то за 2,5 часа добираться из центра тех городов, в центр города Москвы, что сегодня быстрее, чем на самолете. То есть вы сможете легко и быстро перемещаться в транспорте городском SkyWay, доехать до пересадочного пункта, пересесть в высокоскоростной SkyWay, который перемещается со скоростью 500 км в час, и быстрее, чем за 2 часа доехать до центра города Москвы. То же самое в следующем можно отметить и про перевозку грузов, которые смогут быстро доставляться из точки А в точку Б, соответственно, что будет делать перевозку быстрее. Если говорить о качестве продуктов питания, например, то они свежими смогут доставляться из одной точки земного шара в другой. То есть SkyWay надежнее, эффективнее и менее затратен, чем традиционные транспортные системы, которые я вам уже называл. И преимущества SkyWay отражены, скажем, мы сейчас рассмотрим и гораздо больше, но мы рассмотрим 4 аспекта сравнения транспорта SkyWay, железной дорогой, автомобильным транспортом и монорельсом. И первое из них вы сейчас видите на своем собственном экране. То есть первое – это себестоимость строительства. И если мы говорим о том, что за единицу мы берем SkyWay, то SkyWay в два раза более эффективен, то есть более дешев, чем строительство железных дорог, в 4 раза дешевле, чем автомобильные дороги, и в 12 раз дешевле, чем строительство такой транспортной системы, как монорельс, который, кстати, не так много где используется. И в Москве вот есть одна монорельсовая линия, где перевозите такое большое количество пассажиров, невысокая скорость, но очень энергозатратен данный вид транспорта. Если мы с вами будем говорить об эксплуатационных затратах, то если SkyWay возьмем за единицу, то в два раза более денежно-емки в этом плане по эксплуатационным затратам железной дороги, в 8 раз уже, точнее в 12 раз более затрат на автомобильный транспорт, и уже в 18 раз соотношение, скажем так, затрат на эксплуатацию дорог SkyWay и такого транспорта, как монорельс. Следующее, транспортная безопасность, очень важный показатель, потому что одна из главных характеристик, кстати, SkyWay, если мы за 100% возьмем транспортную безопасность SkyWay, действительно очень близок к ней, к нашей технологии, это монорельс, потому что, как я сказал, и поездов немного, и подняты землей, да, и, скажем так, скорость небольшая и так далее, и так далее. То есть процентов 90 от, если мы за 100% возьмем SkyWay. Далее, в два раза мы чуть более чем в два раза безопаснее, чем железнодорожный транспорт, и в 10 раз безопаснее, чем обычный автомобильный транспорт, к которому мы с вами привыкли. Да, и еще хочу сказать следующее, то, что Анатолий Эдуардович Уницкий, генеральный конструктор нашей технологии, не устает повторять, что такой транспорт, как автомобиль, за год убивает гораздо большее количество людей, чем оружие, созданное для убийства под названием автомат Калашникова. И экологичность, да, то есть это тоже важный тренд, как мы уже говорили, то есть если за 100% взять SkyWay, то в три раза фактически SkyWay технология чище, чем технология использования железных дорог, в 10 раз по сравнению с автомобильным транспортом, и в два раза чище, если мы будем сравнивать с таким видом транспорта, как монорельс. И что хотелось бы сейчас отметить, что это, скажем так, заключение Института проблем транспорта Российской Академии Наук. Это не мы придумали, это, скажем так, эксперты по результатам изучения технологии, еще в то время, когда Анатолий Эдуардович Уницкий был полигон в подмосковном городе Озер, они давали свои экспертные заключения. И также, что из себя представляет технология SkyWay? Это инновационная путевая структура, которую вы видите, которая поднята над землей, да, внутри есть струны, которые натянуты, все это, скажем так, есть оболочка рельса металлическая, и внутри прокачана модифицированным бетоном, то есть очень плотная путевая структура. Далее, это подвижной состав инновационный, как в городском транспорте, в высокоскоростном транспорте, так и в грузовом. И это вся инфраструктура, то есть это здания вокзалов, пересадочных пунктов, это погрузочный-разгрузочный терминал. С технической точки зрения, это SkyWay-система грузопассажирских перевозок, которая собой представляет неразрезные, предварительно напряженные растяжением рельсо-струнные эстакады. По ним двигаются электромобили, да, рельсы в электромобиле на стальных колесах. Эти рельсы автомобиля обладают высокими аэродинамическими характеристиками, и каждая из них оснащена специальной противоосходной системой. Также есть интеллектуальные системы безопасности, управления движением, энергообеспечения и связь. То есть вот все это совокупности, если мы все свяжем, то данная система становится оптимальной, и сегодня ни одна другая транспортная система на Земле не может быть более эффективной, как говорит Анатолий Дарчуницкий, если законы физики останутся таковыми, какими мы знаем их сейчас. То есть все эти элементы формируют концепцию транспортной сети, которую мы когда-то называли Транснет, и вот когда мы рассказывали раньше на презентациях, мы показывали ролик под названием Транснет. Сегодня же я хочу вам показать, что из себя представляет технология, как она выглядит, да, с чем мы имеем дело. Вот, и это будет демонстрация другого ролика, который уже, скажем так, будет демонстрировать те достижения, которые достигла компания на сегодняшний день. Поэтому я вам сейчас предлагаю внимательно посмотреть ролик под названием Дорога в будущее, да, где реализованы и показаны те виды транспорта, которые мы сегодня развиваем, и потом мы с вами продолжим сегодняшний вебинар. Дорога в будущее 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Республики Беларусь, они находятся в единичном экземпляре вообще на территории Республики Беларусь. Все эти станки с программным управлением, то есть высокоточное оборудование, требующее, скажем так, высоко квалифицированного персонала. В процессе реализации самой идеи струнного транспорта постоянно происходит ее совершенствование. Рождаются новые идеи, новые разработки, и эти новые идеи разработки тут же находят применение. Но вообще скорость, которая развивается сегодня наш проект, она невероятна не только по меркам высокотехнологичного стартапа, но и инфраструктурного стартапа. Идея строительства дорог Skyway под ключ, она родилась в голове Анатолия Даровича Ленинского более 40 лет назад. Стратегия нашей компании сегодня рассчитана на многие долгие годы вперед, и это позволяет нашей компании быстро расти и развиваться. Мышление самого генерального конструктора Анатолия Даровича Ленинского, его отношение к делу, его дальновидность, она импонирует очень многим людям, и не только специалистам мира транспорта, но и также государственным управленцам, крупным коммерческим заказчикам и еще и духовным лидерам планеты. Вы видите здесь фотографию с Далай-Ламой, которая была сделана во время общения Анатолия Даровича Ленинского после выставки Smart City, которая у нас прошла в Дели в 2017 году. Что еще хотелось бы отметить, что Экотехнопарк это место, скажем так, посещаемое, и каждую неделю практически там 1, 2, 3 и более различных делегаций посещают территорию Экотехнопарка. Плюс ко всему специалисты группы компании Skyway работают на выезде, проводя презентации, знакомя, скажем так, представителей разных стран, администрации, представителей бизнес-сообщества с возможностью использовать технологии Skyway при решении каких-то транспортных проблем. Деятельность компании все чаще попадает в зону СМИ, в зону, скажем так, внимания СМИ. О нас постоянно пишут в различных средствах массовой информации, начиная, скажем так, от федеральных и государственных СМИ до узкоспециализированных. Есть общественные каналы, есть те, которые посвящены узкотранспортной отрасли. И вот я помню, когда я проводил вебинары еще в 2016 году, мы действительно прыгали до потолка, когда про нас написала какая-то районная газета в Республике Беларусь, то, что в Минской области создается технология будущего. Сейчас не проходит неделя, чтобы в различных СМИ появилась либо крупная статья, либо какая-то заметка о развитии технологии струнного транспорта. Это и печатные журналы газеты, это печатные, точнее, издания газеты журналы, к которым мы привыкли когда-то, потому что есть целый ряд компаний, которые печатают в своих ежемесячных журналах, например, компания Белове, то есть в своих путевых журналах, которые лежат в кресле каждого самолета, вы там можете найти информацию о развитии нашей технологии, причем они это делали уже дважды. Далее, эта информация появляется на центральных каналах телевидения, в разделе новостей, да, есть региональные телевизионные каналы, тематические передачи, также крупные интернет-площадки, то есть дефицита в информации сейчас нет. Справедливости ради нам стоит отметить, что сейчас огромное количество положительной информации, да, раньше она в основном была такая сомнительная и так далее, хотя и сейчас есть в кругу экспертов, в кругу людей, которые связаны с транспортной уточностью, которые печатают информацию о нас, определенная доля скептицизма, сомнений, но в принципе, вы знаете, что это присуще человеческому уму, это нормально для внедрения любой инновационной технологии, на любом историческом отрезке, так было всегда. И в принципе, действительно, можно дискутировать и подвергать сомнению, что бы то ни было, да, то есть говорить, что этого не может быть, но глупо, наверное, отрицать то, что реально сейчас ездит, то, что перевозит людей, ну, по меньшей мере, может, не глупо, либо странно, да, раньше мы действительно тратили много сил, особенно представители, скажем так, наших КБ, которые писали какие-то формулы, разъясняли, аргументировали, приезжали, делали презентацию, например, в тот же Минтранс Российской Федерации, да, показывали расчеты. Сегодня мы, в принципе, говорим просто. Возьмите, соберитесь, приедете на территорию Экотехнопарка, и увидите все своими глазами. Благо, сейчас появилась возможность для посещения нашего Экотехнопарка на сайте непосредственно SkyWay парка, есть анкета, которую можно заполнить, подать заявку, и вам придет информация о том, каким образом вы сможете посетить, в составе какой группы, когда, какую дату и так далее, и так далее, и так далее. Что еще хотелось бы сказать, что по мере, скажем, развития нашего проекта, было не раз уже ситуация, связанная с прозрением, да, когда был скептицизм, вот, а сейчас этого скептицизма ничего не осталось. Так, изначально Московский институт инженеров транспорта дал довольно сомнительную оценку развития нашего проекта, но представитель кафедры мостов и сооружений посетил территорию Экотехнопарка, лично встретился с инженерами, конструкторами, с Анатолием Дорочем-Леницким, посмотрел устройство струнного рельса, и у него все вопросы практически отпали. Ну, можно сказать, что итогом всей этой истории стало то, что после мероприятия под названием «Транспорт России-2017» между Московским институтом инженеров транспорта и ЗАО «Струнной технологии» нашей инженеровой компании было подписано соглашение о сотрудничестве. Немаловажный факт, мимо которого, наверное, пройти нельзя, это то, что в 2016 году, 11 февраля, на заседании экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации было принято считать технологию Анатолия Дорочем-Леницкого инновационной. Что хотелось бы сказать, да, вот немножко подвести краткий итог тому, что было сказано, то, что от года в год компания становится все более узнаваемой в кругу экспертов, который подтверждает инновационность технологии струнного транспорта. Компания расширяет производство, реализует все свои запланированные цели. У нас сегодня строится и развивается Экотехнопарк, выпускается и обкатываются новые транспортные средства. Это вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Ну, наверняка у большинства из вас, по крайней мере у тех, кто в первый раз присутствует на вебинаре, у новичков, может возникнуть вопрос, ну, как это все стало возможным. Казалось бы, ту информацию, которую мы сейчас дали до сегодняшнего момента, вроде бы все было гладко, вроде бы все было хорошо. Да, есть транспортные средства, производственная площадка, но представьте себе, что в 2014 году не было ничего этого и близко. То есть с первого дня существования проекта компании Skyway являлся и до сих пор еще является венчурным проектом. В этом проекте есть свои риски, без которых просто невозможно реализоваться ни одной инновационной идеи. И для того, чтобы было возможно реализовать данную идею, необходимо было привлечь инвестиции с целью финансирования строительства вот того самого экотехнопарка, о котором мы с вами сегодня говорили. На протяжении 37 лет Анатолий Дарвич Юницкий занимался тем, что обивал пороги чиновичьих кабинетов различного уровня целого ряда стран, да, ну, практически безрезультатно. Общался с представителем мира бизнеса, вот, у которых были деньги, но никто на тот момент не был готов выложить сразу сумму, порядка там 300-350 миллионов долларов. Всем это казалось какой-то фантастикой. Да, ну, в 2014 году было принято решение создать концепцию народного инвестирования, вот, потому что данный вид транспорта, о котором мы с вами говорили, в первую очередь кому нужен? Таким людям, как мы с вами, да, экологически чистый, комфортный, безопасный и достаточно дешевый по цене, по сравнению с теми ценами, которые у нас есть на проезд в транспорте сегодня. И была разработана концепция привлечения денежных средств на основу микрофинансирования, да, чтобы любой человек мог, скажем так, по мере возможно стать инвестором нашего проекта, взамен на инвестиции Анатолий Дарвич Шернинский стал давать людям во владение доли от компании на очень выгодных условиях, и по мере реализации идеи, когда компания начнет строить дороги в разных лугаках земного шара по технологии струнного транспорта, у компании появится прибыль, и часть этой прибыли, по инвестиционному меморандуму компании, 20% прибыли, будет распределяться между теми, кто поддержал технологию на начальном уровне. И вот с принятием решения финансировать технологию посредством народного финансирования, либо краудинвестинга, это сейчас называется, да, проект получил новую жизнь, и был дан старт строительства эко-технопарка. Начали происходить все те необходимые преобразования, о которых мы сейчас с вами уже поговорили, и которые привели к стремительному росту компании, и проекта компании Skyway. О чем, кстати, о стремительном росте, о успехах, о результатах, компания регулярно отчитывается перед своими инвесторами, ну и в том числе на тех мероприятиях, которые организовывались уже три года подряд, это 16-17 год, под названием ЭКО-фестиваль. Ну и нужно отметить, что именно благодаря народным инвестициям и модели краудинвестинга начала реализовываться мечта самого Анатолия Дарыча Ницкого. Благодарность за это Анатолий Дарыч прописал в документации компании, в концепции проекта, что каждый, кто сегодня инвестировал свои денежные средства, становится владельцем, либо совладельцем технологий. Все работы, которые сегодня производятся на территории ЭКО-технопарка, на наших производственных площадках, стали возможны, и за пределами, кстати, этих площадок, те же выставки и так далее, стали возможны благодаря народным инвестициям, благодаря тем деньгам, которые физические лица стали приносить в проект. Работать их очень много. Это и строительство ЭКО-технопарка, это проектирование, которое тоже стоит денег, это, собственно, производство элементов путевой структуры, вокзалов, станций, подвижного состава. Это деньги, которые необходимо тратить на испытания и на сертификацию. Это тоже сегодня стоит денег. Ну и, конечно же, организация выставок, мероприятий тех же командировок специалистов, которые в различных уголках земного шара сегодня у нас популяризируют идею строительства дорог по технологии Skyway. Что хотелось бы еще отметить, что в 2014 году компания разработала четкий 15-этапный план реализации технологий, и по мере этих 15 этапов сама компания сформируется полностью как проектно-производственный центр технологий Skyway. И в дальнейшем в полном объеме сможет уже реализовывать и адресные проекты струнных дорог, которых потенциально сегодня уже несколько десятков. На старте проекта были сформированы специальные инвестиционные фонды, которые стали частью структуры группы компании Skyway. Их основная функция – это популяризация информации, привлечение инвесторов, и они отвечают за привлечение инвестиций и финансирование проекта группы компаний Skyway. Так вот, Skyway Capital, презентация одного из этих фондов, проходит у нас сейчас с вами. 15 этапов, которые вы сейчас видите на экране – это ориентир для тех, кто понимает, в каком направлении сегодня развивается наша компания. Юнистский сегодня дает возможность не только стать инвесторами и совладельцами технологий, и действительно каждому из людей, с точки зрения моральной, духовной, предоставляется возможность стать частью народного проекта 21 века. Немного, немало. Так многие инвесторы называют проект группы компаний Skyway. Что хотелось бы еще отметить? То, что действительно огромное количество людей в разных точках земного шара чувствуют свою сопричастность к проекту, потому что огромное количество людей сюда пришли, как мы называем, идейные, которые небезразличны, скажем так, как мы уже говорили, состояния сегодняшних дел на планете. Те люди, которые хотят, скажем так, приложить усилия к изменению ситуации лучшему. И компания сегодня предоставляет возможность этим людям принимать участие, становиться частью большого дела. И, в принципе, вы видите сейчас довольного человека, который прикоснулся рукой к потолку на первом этаже первого анкрана опора, одновременно это и музей Skyway, да, до те люди, которые инвестировали в наш проект с 2014 года и до апреля месяца 2017 года включительно. Их фамилии и имена у нас сегодня написаны на звездном небе Skyway, как мы это называем. Итак, друзья, сегодня вы, мы с вами поговорили о технологии, по сути дела где-то прикоснулись к будущему. Для кого-то оно по-прежнему является невероятным и, возможно, перспективным. Да, но это будущее строится здесь и сейчас. То есть мы говорили о проекте, который может изменить жизнь людей к лучшему, да, дает миру надежду, веру в то, что ситуация может кардинально измениться. Но вот многие инвесторы, которые сотрудничают с нашей компанией, сегодня отзываются, как я уже говорил, о проекте, как о народном, группа компании Skyway, как о народном проекте, который может изменить ситуацию в лучшую сторону. И мы, в принципе, все это видим на практике. Мы живем с вами в уникальное время, по большому счету, когда те вещи, которые вчера казались невероятными, сегодня находятся на расстоянии вытянутой руки. Кто-то из вас мог представить, что какой-то из моментов вам предложат стать совладельцем технологии, совладельцем долей компании, у которой амбиции и претензии на 50% охвата всего мирового транспортного рынка. Денежная емкость этого рынка на сегодня составляет 4,8 триллиона долларов в год. Вот потенциальный успех нашей технологии способен сделать вашу жизнь, каждого из вас, финансово обеспеченной, и подобно большим транспортным технологиям, таким как железные дороги, автомобильные концерны, авиационные концерны, приносить прибыль вам, вашим детям и внукам, и последующим поколениям еще многие-многие десятки лет. Да, это будет, может быть, ни сегодня, ни завтра, но это уже обозримое будущее. Ну и, в принципе, чтобы проиллюстрировать немножко ситуацию, к чему мы с вами можем прийти, давайте немного в историю окунемся. Действительно, будущее строится всегда людьми, которые ставят перед собой высокие цели, у которых есть видение, решимость, энергия для того, чтобы это реализовывать. Для того, чтобы, скажем, что-то реализовать, недостаточно просто иметь идею. Нужны еще ресурсы, такие как силы, средства, время и финансирование. Любая технология со временем, скажем так, совершенствуется и появляется, скажем так, что-то новое, какое-то ноу-хау, которое делает ее более совершенным. Вот компьютер, с которым я сейчас с вами общаюсь, я четко знаю, что завтра будет более современный компьютер, более совершенный компьютер. Здесь очень важный вопрос, какое отношение я буду иметь к тому, что завтра появится, скажем так, более совершенный компьютер, чем сегодня. И вот этот вопрос вы просто задайте к себе, да, то есть какая польза вам от того, что каждый день в разных сферах человеческой жизни появляется что-то новое. То есть как оно влияет на вас, только как на потребителя, либо это приносит вам какие-то дивиденды. Мы с вами прекрасно знаем историю Стива Джобса, либо Билла Гейтса, да, которые, скажем так, с бешеным упорством носились с идеей реализации, внедрения в нашу с вами жизнь технологий персональных компьютеров, чтобы у каждого в доме был свой собственный компьютер. Когда-то им крутили у виска в основном, но были те, кто их поддержал. Сегодня эти люди являются мультимиллионерами. В начале 19 века никто не мог себе представить, что людей можно перевозить по железной дороге, это даже считалось бредом. Но тем не менее нашлись люди, которые ухватили эту идею, которые стали развивать данное направление, которые начали строить поезда, начали строить инфраструктуру, вокзалы и так далее. Сегодня их потомки продолжают получать и извлекать огромную прибыль из того, что было создано когда-то. Известный изобретатель двигателя внутреннего сгорания, Карл Бенц, на момент, скажем так, создания своего двигателя внутреннего сгорания, стал банкротом и не имел средств на то, чтобы это все реализовывать. Благо нашлись люди, которые в нужный момент помогли изобретателю и сначала, скажем так, в создании двигателя, а потом и в создании автомобиля, который сегодня известен как Мерседес Бенц. И огромное количество автомобилей сегодня покупается и в той стране, из которой я сегодня вещаю, в Российской Федерации. Мы с вами знаем историю братьев Райт, которые первые, скажем так, осуществили полет своего собственного параплана, то есть устройство, которое весит тяжелее воздуха, они смогли в этот воздух поднять. Но вот коммерциализировать, реализовать свою мечту, повсеместно использовать авиацию, они не смогли. Не хватило, возможно, финансирования дальновидности. Все это сделал за них Боинг. И мы знаем с вами, что сегодня Боинг одна из крупнейших компаний в мире авиационного транспорта. Что же мы сегодня создаем? Мы сегодня, как говорит генеральный конструктор, многие из вас, наверное, слышали, бизнес, который по своим масштабам превосходит и Боинга, и Форда, который создал конвейер по выпуску автомобилей, и Степенсона, который в свое время развивал железные дороги. В эпоху интернета и новых финансовых инструментов стать участником нашего проекта под названием Skyway сегодня может абсолютно каждый. Все необходимое для того, чтобы стать совладелецем данной технологии, представлено на платформе Skyway Capital, инвестиционного фонда компании Skyway. Первый шаг – это просто зарегистрироваться в кабинете, чтобы получить доступ ко всей необходимой информации и инструментам инвесторов. Важно отметить, что ключевым фактором или выгодообразующим параметром является дисконт. То есть это то, с какой выгодой вы сегодня приобретаете доли компании. Дисконт – это во сколько раз текущая стоимость доли проекта ниже, чем номинальная. За номинал когда-то был взят в 2014 году 1 доллар США. По мере продвижения компании согласно 15-этапному плану развития, который вы уже видели на экране, количество рисков становится меньше. Сама технология все ближе и ближе к реализации. Соответственно, дисконт на начальных этапах, на первом, на втором, а мы сегодня находимся на 12-м этапе, был значительно больше. Но, тем не менее, и сейчас инвестирование в наш проект очень выгодно, и денежные средства ваши могут быть приумножены от 17 до 80 раз. Это то, что мы сегодня с вами имеем. Инновационность самого проекта, она проявляется не только в той технологии, о которой мы с вами сейчас говорили на протяжении вебинара, но и в той модели финансирования, которая позволяет быстро расти и развиваться в нашей компании. Сегодня у вас есть уникальная возможность стать совладельцем технологии, проинвестировав всего 15 долларов в США. Да, вы получаете взамен небольшое количество долей, но, по крайней мере, вы можете проверить, так ли это все на самом деле, как мы говорим и прочее. А дальше, по мере развития, вы можете приобрести себе больший пакет и так далее. Выбранная модель, которая была выбрана в 2014 году, от краудинвестинг, себя полностью оправдала. Несмотря на то, что, на первый взгляд, она вызывает огромное количество вопросов, но, тем не менее, благодаря данной модели мы сегодня создали все то, что вы видели сегодня на экранах во время нашего вебинара. И, возможно, такой же моделью, какую вы стали использовать, мы в ближайшее время будут пользоваться и другие крупные инфраструктурные проекты. Что хотелось бы еще сказать, что специалистами компании Skyway Capital разработан целый ряд пакетов с любыми финансами и возможностями, как я вам говорил, на любую толщину кошелька, и различных инвестиционных стратегий. У нас есть пакеты, которые вы приобретаете разово, какое-то количество долей. У нас есть пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку на 9 либо на 10 месяцев, инвестируя незначительные суммы ежемесячно, в итоге получая, скажем так, солидный пакет долей в момент выплаты рассрочки. Рассрочки можно выплачивать и досрочно, то есть необязательно, то есть строго каждый месяц. Но, помимо этого, у компании еще есть своя маркетинговая стратегия, направленная на поощрение активных партнеров, активных инвесторов в виде различных бонусных скидок, бонусных, точнее, акций и различных скидок. И вот как раз о той акции, о которой я, скажем, в начале вебинара говорил, то, что для тех, кто дослушал информацию практически до конца, у компании есть предложение, которое было запущено весной этого года, в момент начала 12 этапа развития группы компании Skyway. Мы предлагаем такую бонусную акцию, что если вы приобретаете какой-либо из пакетов долей в течение 7 дней с момента регистрации, верификации, то вы получаете дополнительно к тем долям, которые приобрели, еще 10% долей сверху. То есть это ваш бонус. Поэтому мы приглашаем вас в нашу большую команду динамышленников и инвесторов Skyway. И, в принципе, с удовольствием дарим вам этот бонус. Просто используйте ее, пока есть такая возможность. Приобретая доли нашей компании, у вас еще одна возможность прекрасно открывается. То есть это использование нашего прорывного инструмента в виде партнерской программы компании Skyway Capital. И данный инструмент вам предоставляет возможность создания сегодня источника дохода. Плюс ко всему, вы можете сегодня уже развивать свой международный бизнес, так как мы работаем через интернет. Важное достоинство нашей партнерской программы – это ее простота. Все необходимые инструменты для того, чтобы успешно развиваться по партнерской программе, есть в личном кабинете партнера Skyway Capital. Важно отметить, что партнерская программа может позволить вам сегодня уже выйти на очень высокий уровень дохода, в принципе, не дожидаясь того момента, когда вы будете получать дивиденды, либо, скажем так, доход от продажи тех долей, которыми вы владеете на сегодняшний день. И вот мы с вами дошли до блока вопросов и ответов. Если таковы у вас имеются, я вам рекомендую сейчас их задать. Но пока вы будете писать в чате вопросы и ответы, я бы хотел вам показать то, к чему мы практически с вами уже пришли. Да, то есть это промо-ролик, который был совершенно недавно создан специалистами группы компании Skyway. И мы с вами близки к той ситуации, чтобы картина, которую вы увидите в ролике, стала действительностью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А завтра у тебя будет 200 То есть это обычно работа на жадности Мы здесь всегда говорили Друзья, нам не нужны ваши деньги Если вы просто, скажем так Рассчитываете на то, что вы сегодня принесли И потом через три дня будете требовать Дать нам в три раза больше Нет У нас проект, который развивается Мы развиваем тяжелую транспортную технологию Поэтому будьте готовы к тому Что это будет происходить постепенно Но это происходит Далее Спрашивают по ОАЭ Я вам одну могу сказать То есть конкретной информации Что там, когда, на какую сумму это далее сказать не могу одно могу сказать что стройка там началась когда примут решение в головной компании в каком виде вам эту информацию преподнести но там движение уже пошло вот это я могу сказать больше скажем так полномочий рассказывать о чем-то у меня нет у меня у самого недостаточной информации придумывать что-то я не люблю поэтому давайте дождемся информации непосредственно головной компании вот так когда можно будет продавать акции коллеги хороший вопрос но смотрите акции можно будет продавать тогда когда они будут на свободном рынке вот если бы у вас были акции газпрома да например какой-то пакет вы сейчас их можете продать потому что эти акции котируются на каких-то биржевых площадках пока мы на рынок не вышли одно могу сказать что вот движение в крипто направлении будет выглядеть следующим образом и почему наверное она еще открывается потому что тот токен который будет выпущен и нам про него ближайшее время расскажу да он сможет котироваться на бирже там дальше будет интересная схема для тех кто просто нетерпелив и хочет денег сейчас и хочет там пусть и будет немного но я просто уже голодный по деньгам да я больше не могу держать у себя свои там 365 акций я и хочу продать грубо говоря так коллеги я еще видел что вопросы есть в чате нашего сегодняшнего вебинара в комнате мирополе сейчас я вот проверю рад приветствовать все кто тут со мной здорово все так далее представители молдовы очень рад так я видел что у нас есть представители киева у нас есть представители города жигулюс предполагаю что это самарская область наверно да прага то есть это европа так если это так выгодно зачем же покупать пакет акций простому народу бери ты кредиты и строитель что же вы замарите людей смотрите друзья этот проект и запущен нами как краудинвест крауд инвестинговый позволяет людям у которых нет огромных сумм денег в итоге стать крупными владельцами пакетов долей благодаря схемам которую мы используем в развитии нашего проекта да и в дальнейшем скажем так кардинально изменить свою финансовую ситуацию которая сложилась на сегодняшний день действительно большинство стран которых развиваются крупные бизнес-проекты до инвестициям в такие проекты до скажем так допускают столько те люди у которых огромное количество денег то есть большинстве стран обычные физические лица не могут инвестировать высоко рискованные проекты а именно в этих проектах в итоге зарабатываются деньги и потом когда проект выходит на какую-то биржу например да там значительно меньше уровень доходности чем тот который есть сейчас вот мы никого не заманиваем я верю что здесь был дан полный ответ да то есть разбирайтесь сами надо вам это или нет если у вас например сегодня возможность да проинвестировать свои незначительные денежные средства в какой-либо проект который приумножить эти средства 17-80 раз пожалуйста вы это можете делать не с нами мы просто даем информацию любому человеку который может разобраться в информации человека который скажем так не равнодушен тому что происходит вокруг человеку который хочет действительно что-то улучшить своей жизни в жизни скажем так своего окружения ну и который стремится создать что-то большее своей жизни до сделать нести какую-то лепту ну и возможно что потомки действительно гордились не в плане гордыни а в плане того что у них был такой предок который позаботился них вот таким вот образом поэтому вы можете ждать вы можете в это не верить вы можете скажем так сомневаться и думать что кого-то обирают и собирают последние деньги но ведь и не занимаемся вот действительно вот такие вопросы и прочие скажем так звучали очень давно и с 14 года мы наслышались их вот так до 16 особенно да по мере скажем так реализации нашего проекта когда вот нас признали инновационной технологию в 2016 году и просто как настали приглашать на крупные площадки выставочные поймите правильно финансовый вопрос про финансовую пирамиду финансовую пирамиду никогда не пол не позовут на какой-нибудь крупный транспортный форум да где представлены новинки в сфере мира транспорта вы видели хоть раз что была представлена финансовая пирамида на какой-нибудь промышленной выставки я никогда этого не видел а мы фактически на всех крупных форумах посвященных по крайней мере рельсовому транспорту да мы не занимаемся авиации например да мы присутствуем вот вам ответ кстати на тот самый первый вопрос так не слишком много денег идут на рефералку ну или дар я могу сказать что вот вам может показаться что их огромное количество среднем порядка 30 процентов плюс минус уходит на оплату наших партнеров которые помогают нам привлекать инвестиции кстати она утверждаю что именно благодаря той партнерской программе которая есть у нас мы продвинулись сегодня потому что люди были заинтересованы с одной стороне моральным духовным аспектом до развития нашей технологии с другой стороны они получили возможность улучшить свою финансовую составляющую же сейчас и что в этом плохого то есть если мы 30 процентов отдаем тем людям которые помогли нам развить технологию да а 70 процентов идет на реализацию это же лучше чем 0 процентов пришло на реализацию и 0 процентов нам кто-то принес принес я думаю что гораздо лучше итак друзья что хотелось бы еще немножко так кратко подводя итоги да у нас сегодня мне написали что были представители италии англии вьетнама россии беларуси казахстана этому очень рад и в принципе в дальнейшем просто предлагаю вам по понедельникам собираться приглашать своих новичков которые хотели бы услышать о проекте мало того в дальнейшем мы планируем скажем так создать целую систему доведения информации скажем так до людей показ выгод и плюс первые шаги до что необходимо предпринять для того чтобы стать успешным в нашем проекте осталось буквально немножко по нашей сегодняшней презентации и не прозвучал кстати вопрос который мы сейчас который я сейчас хочу озвучить да то есть часто люди спрашивают о каких-то гарантиях наверняка и вас там спрашивают когда вы где-то даете информацию и так далее да но первая гарантия действительно тот человек который вы сейчас видите на экране именно он дал надежду на преобразование мира на преобразование нашей с вами жизни благодаря проекта skyway кстати он является главным инвестором проекта и в принципе вся интеллектуальная собственность принадлежала ему и именно она была оценена в сумму 400 миллиардов долларов сша юницкий прошел весь путь советского инженера-изобретателя да вот и посвятил фактически всю свою сознательную жизнь реализации идеи которые мы сегодня занимаемся то есть прошел помню была сказка в моем детстве огонь вода и медные трубы и он уже точно не отступит мы настолько близки к реализации как никогда на протяжении всей его долгой жизни он является автором струнных технологий он руководил меня проектами организации объединенных наций у него более 150 различных изобретений которые уже используются в разных сферах человеческой деятельности у него более 200 наушных работ целый ряд монографий большое количество материала непосредственно об анатолии дарыча юницкого вы можете найти на его сайте 3w юницкий точка ком там есть видеоматериалы там есть печатная информация там есть огромное количество документов подтверждающих инновационность технологии и и преимущества то есть экспертных оценок целого ряда скажем так представителей целого ряда государственных структур имеющих прямое отношение к миру транспорта как на территории российской федерации так и других стран мы имеем экотехнопарк и реальной деятельности в нем то есть у нас проходят испытания у нас выпускаются новые виды подвижного состава это то что мы имеем на сегодняшний день у нас сегодня более 300 тысяч инвесторов и партнеров которые присоединились нам с момента старта проекта 2014 году и по сегодняшний день большое количество из них побывали на к фестивалях то есть они увидели все это своими глазами как сейчас помню 1 к фестиваль только промежуточной опоры стояли 2 нам уже показали в движении 3 транспортных средствах на последнем это фестивале мы уже все проехали изнутри транспортных средств мало того катание людей в транспортных средств skyway будет продолжены в дальнейшем то есть нужно оформить заявочку на сайте skyway парка это то что я вам уже говорил высокий уровень научной и проектной проработки струнных технологий подтверждается большим количеством патентов дипломов и свидетельств которые получила наше предприятие занимаюсь непосредственно реализации технологий мы имеем все разрешительные документы от проведить для проведения всех видов работ от проектирования до строительства мы являемся членом торгово-промышленной палаты республики беларусь и членом союза строителей республики беларусь у нас очень именитые партнеры да то есть есть один из лидеров металлопрокат реализация металлопроката шведская компания сап вот есть такая компания до со систем которая выпускает программное обеспечение программный софт 3d experience это индустрии 4.0 вот и представители этих компаний уже не один раз были на территории к технопарка и на наших производственных площадях очень высоко называются о темпах роста и развития нашего проекта у нас сегодня в конструкторских бюро на территории производства которые скажем так находится в городе минске да и в низкой области более 600 инженеров проектировщих конструкторов у нас 15 конструкторских бюро то есть все это сегодня возможно благодаря тому что когда-то пришел первый человек сделавший инвестицию сегодня это более 300 тысяч человек на территории всего земного шара коллеги в четырнадцатом году был только один работник конструкторского бюро в мае месяце это моторе дар очень низкий он являлся генеральным конструктором вот то есть что еще хотелось бы отметить да то что сегодня технология по сути дела за финансирована реализована да на 73 процента то есть мы находимся уже близко к тому чтобы завершить 12 этап развития и те инвесторы которые зашли в наш проект на первом этапе да они сознают к чему мы двигаемся к чему мы приближаемся эти люди продолжают инвестировать сами активно скажем так благодаря партнерской программе знакомят огромное количество людей с информацией развития нашего проекта и предоставляет эту возможность другим людям такая возможность действительно бывает только один раз сто лет вот мы очень близки к тому что в ближайшее время к нам могут прийти первые скажем так авансовые платежи да и технология может начать реализовываться целом ряде адресных проектов то есть и соответственно начнет поступать первая прибыль и те кто остался владельцами технологии начнут получать доход и те же дивиденды и несмотря на то что у нас сегодня 12 этап из 15 до дисконт мы уже о нем говорили все равно остается еще очень выгодным от 17 до 80 раз поэтому любой человек который сегодня придет наш проект он может приумножить свои денежные средства на эти цифры и важно понять что если вы сегодня становитесь совладельцем технологий становитесь инвектор инвестором наш проект вы делаете вклад свое собственное будущее автоматически обеспечивая себе доход на те инвестиции которые сделаются со всех адресных проектов которые будут созданы и реализованы на территории всего земного шара это как если бы вы например инвестировали денежные средства в конце 70-х годов компанию стива джобса либо билл гейтс да и сегодня допустим любое проданное устройство любое программное обеспечение этих компаний проданы неважно в какой стране приносил бы вам маленькую толику денежных средств то есть вы стали миллионерами только технология skyway в нашу с вами жизнь заводит гораздо быстрее чем технологии интернета и персональных компьютеров это говорю не я это говорят финансовые эксперты которые соприкасались с информацией развития нашего проекта вот мне в конце 70-х годов никто не предложил стать совладельцем медалей вложить там 100 200 300 долларов в развитие компании microsoft либо apple я думаю любой из вас сегодня зная результат да с удовольствием бы вернулся благодаря машины времени в то время стал инвестором проекта apple ну к сожалению это невозможно пока по крайней мере поэтому подумайте да то есть какие решения какие действия предпринять для того чтобы скажем так улучшить свою финансовую составляющую по крайней мере недалеком будущем skyway капитал наш офис находится непосредственно в городе москва адрес вы видите сейчас на слайде это улица щепотом 22 строения 1 рядом с нами находится гостиница и без недалеко станция метро терпуховская недалеко станция метро повелецкая вот наша задача оказывать информационную техническую поддержку каждому отдельно взятому инвестору каждому потенциальному инвестору то есть мы работаем 24 часа сутки 7 дней в неделю техническая поддержка на сайте его к есть там окошечко на который вы нажимаете всплывает вы можете задавать вопросы у нас есть отдел информационной поддержки в городе москва работающий каждый день с 10 утра до 19 вечера было бы у вас желание двигаться развиваться задавать вопросы и потом действовать действительно только действия могут привести к какому-то результату вот я вам всем рекомендую действовать принимать правильное решение стать какое решение вы сегодня примете все равно особенно темно где-то новичков касается да решать вам как кто-то написал в чате у нас непосредственно вебинара в мирополисе да мы никого не тянем не притягиваем скажем так искусственно как некоторые говорят за рогатом и так далее так далее тогда я вижу еще какой-то вопрос когда электромобиль skyway для инвалидов начнется массово выпускаться сколько стоит он на сегодня такой запас хода его ну смотрите запас хода вы можете легко посмотреть непосредственно зайдя на сайт того же ресвери вода и сайт юни мобиль точка баре да я не мобай бай вот там есть все технические характеристики там кстати в конце этого сайта есть анкета которую я вам рекомендую заполнить как можно большему количеству людей переправить этот сайт чтобы люди могли ознакомиться информацией и дать это тем кому-то необходимо потому что это огромный рынок когда масса начнет выпускаться тогда когда на него будет запрос потому что мы с вами живем не в советское время когда можно было распоряжение правительства заставить что-либо выпускать да мы с вами живем в так те времена когда на все чтобы что-то выпустить нужны денежные средства и заинтересованность тех кто это будет конца использовать то есть мы живем в мире капитализма соответственно поступит заявка компания готова выпускать мелкосерийный производство организовывать крупносерийный производство организовывать вплоть до того что даже продать лицензию с целью получения дохода который будет скажем так распределяться между теми кто стал совладельцами пакетов долей компании поэтому электромобиль действительно это большой рынок я вот слушал недавно информацию по российской федерации отдельно 8 процентов населения российской федерации инвалиды по миру 10 процентов средняя статистика в россии 8 процентов каждый 10 каждый 9 10 из них это инвалид колясочник это тот человек не все конечно инвалиды колясочники смогут управлять нашим юнимобилем да но тем не менее найдутся те кому это будет интересно кто стал инвалидом в процессе скажем так развития жизни кто-то может быть был автогонщиком и теперь простым автомобилем управлять не сможет а нашим сможет и он вернется снова к ощущению скажем так скорости и так далее запас хода кстати и не мобили 150 километров на одной зарядке аккумулятор юницкий говорит что в октябре будет обмен на акции на токи на обратный выкуп октябрь не завершили еще не октябрь еще не завершился коллеги если у кого-то октябрь завещали завершается 15 октября дату я вам не завидую у меня месяц октябрь заканчивается 31 числом поэтому давайте дождемся конца октября эта информация у нас будет то что работы в этом направлении ведутся я знаю точно мы сегодня об этом говорили информация из минска дошла нам дадут когда информацию то которую мы с вами сможем поделиться возможно даже на следующей презентации у меня уже будет для вас информация касаемо токенов крипто направлений так далее поэтому я вам рекомендую придите сами пригласите тех кому это интересно и следующий вебинар у нас будет гораздо большее количество людей возможно гораздо большее количество ваших потенциальных партнеров инвесторов и так далее так далее вот таким вот образом по поводу германа все нет ну вы можете ждать германа это хороший вопрос но я говорю что мы сегодня находимся с вами в пятнадцатом числе они в 31 итак друзья если больше каких-то вопросов ко мне нет да то я наверное на этой ноте с вами попрощаюсь хочу вас всех поблагодарить за то что были сегодня на наше мероприятие вот мне действительно нравится давать информацию любому человеку который задает вопросы по развитию нашего проекта мне нравится общаться такими как вы я хочу вас поблагодарить за то что вы участвуете в нашем проекте за то что вы приложили усилия физические финансовые моральные духовные да для того чтобы технология реализовывалась хочу вам всем пожелать отличного октября продолжения до отличной погоды здоровья любви и денег вот все-таки есть какой-то вопрос если я вас еще на минуту задержу если вам интересно кто-то написал да все супер да коллеги спасибо вам всем действительно все супер вот я вам всем желаю чтобы каждый из вас каждый день вечером ложась спать мог сказать что сегодня сделал все что мог хорошем смысле этого слова да и что вы все ближе и ближе к тому из к той ситуации в жизни которая у вас будет устраивать со всех сторон когда вы можете сказать любому человеку счастлив ли ты и вы совершенно спокойно не задумываясь можете сказать да я счастлив при этом даже не задумываясь да там сколько денег у вас кармане чего-то еще и тогда вот таким вот образом знаете желаю вам состояние когда вам не приходится оправдываться и доказывать что у вас все хорошо тогда на самом деле у вас все будет хорошо и так друзья спасибо за внимание до новых встреч до свидания